На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В воскресенье 17 мая пройдут ответные поединки 1-8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу. Борисов 900 сыграет с Динамо БНТУ, охрана Динамо с ОВД Гродно, а дорожник с Ощучином. Светлогорский ЦКК встретится с Минском. В первом матче победили минчане 5-1. Ответная игра стартует в 14-0-0. За всю историю противостояния между клубами было три поединка. Одна победа у футболистов из Светлогорска, а две у минчан. В последний день недели продолжится и битва за чемпионский титул. Гандбольные клубы Гомель и БНТУ БелАЗ проведут решающий шестой поединок. Матч пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 17-0-0. В случае, если встреча закончится ничьей, то победительницами чемпионата страны станут гомельчанки за счет разницы количества мячей между командами в личных встречах. Сегодня стартовали поединки девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Тур открыла встреча торпеда БелАЗ Городея. Единственный представитель нашей области в вышке проведет поединок завтра. Мозорская славя отправится в гости к Солигорскому шахтеру. Матч пройдет на стадионе «Строитель». Стартовый свисток прозвучит в 17-0-0. Начнутся завтра и поединки пятого тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги. Светлогорский химик поедет в гости к Пинской волне. Матч «Локомотив-Арсенал» перенесен, а в Гомеле готовятся к областному дерби между Речицким спутником и Гомелем. Перед центральным матчем тура наша команда посетила тренировку Речичан. После пяти туров спутник занимает второе место в турнирной таблице. В активе у Речичан 10 очков. Они отстают от Гомельского локомотива лишь по количеству забитых мячей. Чтобы удержаться в лидерах, команда много работает на тренировках. Уже третий сезон ее возглавляет Вячеслав Левчук, который становился чемпионом и обладателем Кубка Беларуси. Перед ним и его подопечными стоит задача – выйти в высшую лигу. В конце чемпионата, если команда попадает в переходную игру вместе с командой, которая займет в высшей лиге третье место, снизу, то немножко такое получается преимущество у команды высшей лиги. Чемпионат у нас заканчивается и очень длительный промежуток времени будет команда из первой лиги, которая займет третье место для того, чтобы держать себя в тонусе, держать команду. Сейчас родной стадион клуба «Вречица» находится на реконструкции, поэтому команда весь первый круг базируется в Гомеле. Правда, футболистам не привыкать. Почти всю предсезонную подготовку они провели в областном центре. Тогда домашней площадкой был футбольный манеж, сегодня газон стадиона с дюшор номер 8. Конечно, приятнее играть перед нашими болельщиками в городе, поэтому будем ждать с нетерпением возвращения в Речицу. А пока реалии таковы, что приходится играть в Гомеле. Но ничего, я думаю, мы через это пройдем. Спутник – это третья попытка развить футбол в районном центре. Первый клуб в Речице появился в 1952 году и назывался «Днепровец». В 1992 году появилась дружина под названием «Ведрич». Этот клуб добился наиболее значимых успехов. Речичане стали серебряными призерами второго розыгрыша Кубка страны в 1993 году. Пока это лучшее достижение речицкого футбола в национальном чемпионате. В 2012-м в «Ведриче» начались финансовые проблемы и вскоре появился спутник. В 2018 году речичане заявились во вторую лигу и заняли третье место. Но благодаря слиянию Могилевского Днепра и Столичного Луча освободилось место в первой лиге. Этим вакантным местом и воспользовались представители Речицы. Ну вообще, я в команде уже два с половиной года. Команда поменялась полностью. То есть я еще начинал со второй лиги. У нас была задача, мы так ее выполнили. В том году была задача, скажем так, закрепиться. У нас это достаточно хорошо получилось. Ведрич была высшей лиги. Ну и создавалось, конечно, по традициям таким, чтобы дальше идти в высшую лигу. За первые пять туров на счету Речичан три победы и одна ничья. В ближайшем матче спутник сойдется в домашнем поединке с Гомелем, который находится на 12-й позиции. Стартовый свисток прозвучит в 18-0-0. Будет вестись и прямая трансляция в официальной группе клуба ВКонтакте. Также организаторы объявили свободный вход при наличии маски. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.